Маленький домик в сердце микрорайона Киевка. Хоть и не отличается современными интерьерами, но то, что в нем живут любовь и забота, не вызывает никаких сомнений. Рядом с мамой единственная дочь и один из шести правнуков, как признается сама виновница торжества. Самое главное богатство, скопленное за долгую жизнь. Да еще ноченька будет, как будет дружно, правда? Да. Знаете, да. Вы всем подарите. И крошечком хлеба, и дамбелья по школе. Всем будет поделок. И хватит всего. Именно так Любовь Федоровна прожила свою жизнь. Этому научила своих детей. Поэтому столетний юбилей была уверена отметят в семейном кругу. И от прихода большого количества гостей была взволнована и тронута. А как не поздравить? Это настолько доброе и трогательное. Действительно, традиция – это чествовать жителей Московского района, которые достигли столетнего возраста. Всегда хочется прийти и сказать людям спасибо за их жизнь, за их нетрудолюбие, за то, что они восклавились после войны и в дальнейшем трудились на благо нашей Родины. И поэтому всегда приятно, когда прийти и поздравить таких жителей. На сегодняшний момент на территории Московского района нашего города проживает восемь жителей, достигших столетия. Все они принадлежат к прекрасной половине человечества, старшей из которых 103 года. Стоит отметить, юбилей каждый не прошел без внимания руководства района, представителей общественных организаций и депутатского корпуса. Ценные подарки, теплые слова, маленькая толика благодарности за достойную жизнь этих людей. У меня как депутата, который пал кругу Киевка, это очень волнует. Это уже не первый у нас столетний юбилей. Именно женщины, которые воплощают в себе любовь, стойкость. Она как наш Василек, как Белорусского союза женщин. Человек, который в жизни прошел очень много за этот период. Это очень хороший повод, конечно. Это очень красивая дата. И я смотрю на эту женщину. Любовь Федоровна была действительно нелегкий жизненный путь. Она воспитала дочку, у нее правнуки, внуки. И мне кажется, на сегодняшний день это ее основное богатство. И я как женщина, я от души рада за нее. Забота и доброта, внимательное отношение к нам детей в старости – результат тех жизненных уроков, которые мы демонстрируем ежедневно. Терпеть, помогать людям. И она никогда не плакала, не ныла, не скулила, что все плохо. Хотя жизнь тяжелая, и эта черта точно у меня от нее.